Продолжаем наш эфир. Подводим итоги матча с одним из героев этой встречи, Данилом Камлашевым, нападающим команды Строгино. Данил, сегодня получилось так, что вышли на замену, забили два гола, но я так понимаю, что настроение все-таки не самое лучшее. Да, не самое лучшее, потому что могли выигрывать, играть должны были до конца. Нам чуть-чуть не повезло. Они решили свои моменты. Игра на самом деле была как качели, то есть должны были забивать еще свои моменты, потому что моментов было достаточно, чтобы выявить победителя. Понятно, что в первом тайме вы еще не находились на поле, но как думаете, за счет чего удалось перебороть соперника, который за первые 7 минут забил два гола? Думаю, сыграли вот эти замены, как раз вышел свежий. И когда уже соперники были уставшие, вышел и добавил вот этого, того, чего не хватало. Каково вообще чувствует себя, по сути, героем матча? Не чувствую себя героем матча. Просто повезло мне реально. Это все сделала команда. Я благодарен ей за это. Даже второй гол, когда вы, получив мяч, сразу решились пробить. Как этот момент родился? Расскажите. Видно было, что защитник еще не был отыгран. Вы как будто прочитали его следующий шаг и пробили в противоположный от него угол. И тем самым вратарю еще чиркнуло под перчатком. Ну, отрабатываем на тренировках такие моменты. Спасибо большое. С нами был нападающий команды Строгино Данил Камлашев, который сегодня забил два гола, сделал дубль. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего доброго и смотрите футбол. Продолжаем работу после матча юношской футбольной лиги между командами Строгино и Мастер Сатурн. И сейчас с нами Тимур Галимзианов, нападающий гостевой команды, который сравнял счет в этом матче. Также у нас второй уже футболист, который вышел на замену, забил гол. Расскажите вообще, как в этом сумасшедшем матче удавалось держать эмоции в себе, потому что то вели 2-0, то уступали 3-2 и дважды сравняли. Эмоции были разные во время игры, менялись постоянно. То выигрывали, то проигрывали. После седьмой минуты вели 2-0, потом начали проигрывать 3-2. Тренер начал выпускать замену, освежать. Задача была одна – забить гол и выигрывать эту игру. Вы отрабатываете на тренировках дальние удары? Понятно, что все-таки не вы забили тот четвертый мяч, но вот такие удары, каким вы сравняли счет и сделали его 4-4. Что-то подобное отрабатывается на тренировках или это была чистая случайность, пальнуло и влетело? На тренировках отрабатывается все у нас. То, что он забил, это может где-то Мастер Сто, где-то повезло. Вы сегодня очень хороший гол, забили, открылись от защитника. Как оцените эпизод? Все это отрабатывается на тренировках, все это игровое. Вы, я смотрю, да, и футболист Строгин очень расстроенный, но и вы не особо рады. Это все-таки матч для вас лично, ну и для команды. Это упущенная победа? Да, могли спокойно забирать 3 очка, но что случилось, то случилось. Будем стараться дальше. Ну, пожелаем вам удачи, чтобы это все удалось. То есть, Тимур Глемзянов, нападающий командой Мастер Сатурн, был у нас в эфире. Итак, с нами главный тренер команды Строгино Александр Ильич Голевец, который нам расскажет о том, что это вообще за такой волшебный сегодня мы увидели матч. И как вы думаете, почему он настолько открытым получился? Мы пропустили в начальной стадии игры два гола, свои ворота вышли как-то не собрано, что ли, невнимательно. Два гола заставили нас пойти вперед, искать счастье у ворот соперника. Мы его нашли, отыгрались, вернулись в игру. Ну, а там уже играли по счету, как команда нам позволяла. Хотели выиграть, хотели забить. Ну, к сожалению, и пропустили по ходу. Я смотрю, что сегодня, несмотря на волшебный результат, довольно, мне кажется, только болельщики остались. Что ваши футболисты убиты просто результатом, что футболисты Мастер Сатурна. А лично вы считаете, вы заработали сегодня на два очка или потеряли два? Ну, я считаю, что, хоть она ничья и результативная, но обе команды по ходу игры выходили вперед. Во-первых, Сатурн два забил. Я так думаю, что они решили, что игра для них сделана, что мы не сможем вернуться в игру. Но мы в нее вернулись. И если бы была боевая ничья 1-1, я думаю, никто не расстроился бы. А тут такой счет крупный, 4-4. Поэтому и та команда расстроилась. И мои футболисты тоже расстроились, которые в концовке нашли в себе силы. Забили гол, вышли по ходу игры вперед. Ну, обидно. Было потерять победу. Обидно. Последний вопрос. Тогда вы в первом тайме еще голос потеряли или уже во втором? Я его потерял 20 лет назад. Я начал тренировать. Понятно. Спасибо большое. Александр Владимирович Голевец, главный тренер команды «Строгино», был у нас в эфире. Продолжение следует.